А сейчас... Так, добрый день. Над вас всех видеть здесь. Значит, поскольку конференция разделена на две части, как я понял, теоретическую и практическую, мои доклады тоже распались на две части. Первая часть теоретическая, которая сегодня будет, и вторая часть будет завтра практическая, это презентация книг и вокшопы, конкретные практики, которые мы сможем попробовать. Ну, Иван меня не допредставил, я президент Украинской Федерации йоги, с многими из вас и сталкивался, или вы со мной. Фактически я практикую йогу в Варькове и на Украине. Итак, можно опять? Меня так слышно, нет? Нет. Хорошо, тогда с микрофона. Итак, о чем, собственно говоря, будет теоретическая часть моего доклада? Дело в том, что, естественно, для того, чтобы понять любой феномен, в данном случае отношение души и денег, необходимо понять его предысторию. Вот о предыстории мы немножко и поговорим. А предыстория самой темы душа и деньги, она лежит более глубоко. А именно соотношение духовного и социального. И вот эта тема соотношения духовного и социального является на некем философским основанием всех остальных рассуждений и конкретных практических выводов. Если посмотреть, ну что ли, эзотерические учения в ретроспективе, ну, я тут, конечно, сейчас делаю небольшую оговорку на тему, что такое эзотерические учения, оккультные учения и так далее. На самом деле, это очень сложная тема. Я специально сделал, разбил свой доклад на две части. Одна устная, которую я сейчас делаю, а другая письменная, которая вошла в наш сборник. Там, собственно говоря, я и пытаюсь обсудить эту тему. Что такое эзотерические учения, что такое оккультные учения, в каком соотношении находится современная эзотерика, оккультизм, психология. Потому что, видите, так сказать, ирония судьбы состоит в том, что здесь представлены люди очень разных направлений. И тем не менее, мы сидим в одном зале. То есть, общественная практика показывает, что что-то есть общее между психологией, которую академическая наука признает наукой, оккультизмом, который наукой не признает, маргинальными направлениями психологии и эзотерикой, так сказать, в классическом понимании. Но эта тема отдельная. Вы, если захотите, можете ее прочитать или в нашем сборнике, или завтра как раз я буду презентировать книгу свою о религиозной психопрактике в истории культуры. Там на несколько соцтраниц я эту тему пытаюсь разобрать. Поэтому сейчас мы будем говорить эзотерика, понимая всех сразу. Все духовные учения, течения, ну, исключая, что религия, которая совсем к эзотерике отношения, конечно, не имеет. Но. Так вот, если посмотреть историческую ретроспективу, то можно заметить, что проблема разделения духовного и социального, она возникла сравнительно поздно. Обратите внимание, вот Древняя Индия, самая, можно сказать, ортодоксальная с точки зрения любых духовных учений, ну, что ли, системах. Не было в Древней Индии разделения на духовное и социальное. Да, мы говорили, что душа совершенствуется посредством наработки какого-то нового опыта. Где приобретала душа этот новый опыт? Путем рождения в тех или иных социальных кастах. По сути говоря, индийский социум представлял, или индийский эгрегор, если говорить терминологией более такой эзотеричной, индийский эгрегор представлял собой некий такой тренинговый полигон для духовного развития души. И религия это признавала. И эзотерическая практика это тоже признавала. В Аранья-Капарве, это одна из глав Махабхараты, существует очень интересная глава, которая называется «Беседы с охотником». О том, как один великий агин, после того, как его, так сказать, накрыло эмоциями, он посмотрел на цаплю, которая на него слегонца покакала, и спепелил ее взгляд. И тут голос ему говорит сверху, ну, подожди, вроде бы это такой духовный, крутой, ну, вот там вот в каком-то месте живет жена охотника. А дело в том, что охотник в Индии, это представитель самой-самой низкой касты, то есть это неприкасаемые по сравнению с ним уже почти брахманы. И вот она круче тебя духовно. И этот товарищ, естественно, пошел к жене охотника, с чем-то там на нее разневался, но и спепелить ее он не смог. То есть ее духовный уровень был выше. Почему? И вот, собственно говоря, это ему посвящено главам. И он задает тогда вопрос к жене охотника, потом он задает вопрос этому охотнику, и те объясняют ему, что на самом деле высшее духовное совершенство как раз и состоит в том, что человек доподлинно и правильно выполняет свою дхарму, то есть социальную роль. Тем самым его душа совершенствуется путем взаимодействия с обзором. Так что никакого противопоставления социального и духовного в Индии просто не было, в канонической Индии. Как не было и в Китае. То есть до сих пор китайцев непонятны терзания европейцев на тему так все-таки социальное или духовное, богатство или духовность и так далее. Просто такой дискурс не возник. Тогда же возник впервые дискурс разделения на социальное и духовное. Ну, надо сказать, что, наверное, самый первый, кто такую проблему на артикулеверку, Будда, на Каутаху, в смысле. Да, Будда сказал, что мир есть страдания, соответственно, страданием является и любая социальная жизнь, как и любая другая мирская жизнь. Задача правоверного буддиста – выход из этого пространства. Все это вы прекрасно знаете. Но, хотя Будда и попытался принципиально разделить эти два дискурса – социальное и духовное, фактически ему это не удалось. Ему это не удалось в рамках его собственной практики, ведь ему пришлось заменить социальную жизнь монахов, он вырывал это социума, жизнь в самхе монашеское общение. И те, так сказать, рекординные наставления, в том числе картина монашеского устава, который увел Будда, она фактически стала некой заменой социальных законов, которые, так сказать, локализовались для буддистов неких микросоциальных законов. Чуть позднее, если говорить уже о буддийской практике, когда Буддизм деградировал с уровня эстетической системы до уровня религии, эта традиция еще более упростилась, то есть, по сути, возникли очень сложные монашеские отношения, Буддизм как религиозная система вписалась в социальную жизнь Китая и так далее. Чуть-чуть по-кругому на это дело смотрел Христос, ну, как тоже один из классиков, так сказать, современного, ну, что ли, культуротворчества. Который говорил примерно следующее. Богу-богу, хезарь-хезарь, непримерно, а точный. То есть, в данном случае тоже возникал некоторый дискурс разделения социального и духовного. Но если Будда просто отвергал социальную жизнь как таковую, то Христос, просто, ну, скажем, выражаясь терминологией психологов, вытеснял ее. Он ее вытеснял на границу, ну, как бы, своего восприятия. То есть, социального как бы нет. Оно где-то живет своей жизнью, а мы здесь живем своей жизнью. И вот, собственно говоря, та проблематика, которая мы прошли на этой конференции, душа и деньги, в какой-то степени она порождена вот таким христианским взглядом на вещи, где материальное и духовное разделяется. Разделяется не только потому, что разделяется социальное и духовное, а разделяется вообще сакральное и мирское, разделяется духовное и материальное, разделяется душа и тело и так далее. Фактически вот этот кризис, в котором пребывало человечество благодаря разделению духовного и телесного, продолжался достаточно долго. И все, ну что ли, проблемы европейской цивилизации, они были порождены именно этим. Причем здесь тоже я хочу сказать, что нужно понимать, что такое разделение, оно не было присуще христианству, как эсотерической системе. Если вспомнить того же Григория Паламу, а именно представителя эсотерической ветви христианства, и сихавства, то Григорий Палам говорил как? Ну, я инициативу не дословно, но идею передаю. Не фокус в том, чтобы развить свой дух, а фокус в том, чтобы потом при помощи этого духа одухотворить тело. То есть мы должны вернуться снова в тело. И, ну что ли, истинное духовное развитие человека, оно проявляется в теле. Дух, отдельное тело, ничего себя не представляет. Ну, это я просто говорю для того, чтобы немножечко зацепить вас за проблематику, которую мы будем обсуждать завтра на презентации, а именно соотношение эсотерических систем и религиозных. И это, в общем-то, отдельная, очень интересная тема. Но, как коммуническое христианство, тем не менее, разделяло душевное и духовное, а как следствие, то есть, я имею в виду, духовное и материальное, а потом появилась более сложная христианская антропология, духовное, душевное, телесное, и, в общем-то, современная христианская антропология, по-прежнему, это вот три единства и придерживается, и все, что ей порождено. Но, по сути говоря, с чего возникла современная психология? Здесь много психологов. Все попытки избавиться от этого разделения. Вся психосоматика, вся телесно-ориентированная психотерапия фактически пытается сделать шаг по преодолению этого кризиса дуального. Разделения телесного и духовного. Нет, да, мы говорим, что психика сконцентрирована на тело человека, что телесные проблемы порождают определенные изменения в психике и так далее, и так далее. Фактически это шаг по преодолению этой двойственности, которая была введена в какой-то степени значительно искусством. Отсюда же вытекает и проблематика соотношения духовного развития человека и его социального развития. Вот что касается предыстории вопроса, которая, ну что ли, может быть, глубже позволит понять сам вопрос. Теперь как бы другая сторона этой же метали. Фактически, когда мы говорим «душа и деньги», мы говорим, ну поскольку в основном люди, которые здесь собрались, практикуют те или иные духовные учения, куда я отношусь, кстати говоря, к психологию, к психотерапию и так далее. И здесь, говоря на эту тему, мы сразу задаем как бы другой вопрос себе, который на самом деле задаем себе. Что для эзотерика социум и что для социума эзотерика? Почему, опять же, эзотерика, я на этом случае говорю в широком смысле этого слова, не ограничиваясь каноническими рамками понимания эзотерических систем? Почему для, ну та же эзотерика всегда существовала, но она всегда находилась в социально-маргинальных позициях? Почему она пережила большинство религий, которые возникали и исчезали на протяжении существования более древних систем, там типа той же йоги и так далее? Но она всегда находилась в состоянии как бы гонения. Инквизиция, марксизм, там и так далее, и так далее. Какая сущность и разница? Почему, в конце концов, хотя религия не очень позитивно относится к эзотерике, но тем не менее святые, практически все религиозные, являются представителями тех или иных эзотерических направлений? Ну, мы можем вспомнить того же Хабира, вспомнить того же Григоря Баламу, там, Даршамкару, Романунчу и так далее. По сути говоря, вот я пытаюсь ответить на вопрос, что для социума эзотерика. Ну, подробно я этот вопрос тоже разбираю в книгах, но если дать короткий ответ на этот вопрос, то можно дать его таким вот образом. Дело в том, что эзотерическая система, ну, или как бы эзотерика как некая социальная институция, она только кажется маргинальной по отношению к социуму. На самом деле она абсолютно необходимый элемент существования социальной системы. Почему? Можно посмотреть на этот вопрос с социальных позиций, ну, с социологических позиций, можно посмотреть на этот вопрос с позицией, ну, скажем так, духовных. Носителями чего являются, ну, скажем так, эзотерические системы. Ну, выражаясь духовным языком, носителями некого духовного потока. То есть пока нормальный человек живет в своем нормальном социальном пространстве, как бы, его, в общем-то, как бы ничего особенно не тревожит. Для того, чтобы началось какое-то развитие, необходимо загореться чем-то более высоким. Да, бывает, что некоторые люди загораются чем-то более высоким спонтанно. Ну, по сути говоря, таких людей мы называем там пророками, святыми, просветленными. Но если, как бы, ждать, пока этот огонь возникнет самостоятельно, путем трения, как бы, деталей друг от друга, причем неконтролируемо, и вне некой традиционной системы, которая позволит человеку, а, наверное, как раз мы сталкивались с какими-то духовными практиками, вы знаете, что это очень призисное состояние. То есть человек, когда начинает духовно развиваться, ему обязательно необходим наставник, который может провести его через те кризисы духовного развития, которые возникают в процессе начальных фаз расширения сознания. Вот для того, чтобы все это могло произойти, для того, чтобы человек оккультурил опыт измененных состояний сознания, пусть даже спонтанно, для того, чтобы этот огонь не превратился в пожар, как бы, в душе и в некое душевное безумие, вот для этого и нужны эзотерические традиции. Поэтому, хотя кажется, что эзотерические традиции находятся в маргинальном положении по отношению к социуму, на самом деле они являются абсолютно необходимым элементом социальной институции. И в этом смысле то, что мы называем гонения, которые были всегда, ну, а я, кстати, вспоминаю Инквизицию и те же гонения более застоя, когда вот мы там занимались йогой еще в те времена, каждый месяц меняли зал, назывались то группы любителей бега, то группы любителей здоровья, то группы аутогенной тренировки. Но на самом деле, такого рода, ну что ли, гонения, они имеют глубокий духовный смысл. Они позволяют сконцентрировать некоторую энергию и, ну что ли, отсеять рыхлость, отсеять рыхлость в своем намерении практиковать соответствующую духовную систему. С другой стороны, конечно, мы можем задаться вопросом и другим. А что для эзотерики социум? И ответ на этот вопрос в действительности различен от различных эзотерических традиций. Ну, почему? Потому что эзотерические традиции не являются статичными. То есть часто, когда говорят об эзотерике, говорят, вот как написано там четких детам 16 тысяч лет назад или 10 тысяч, или 2 тысячи, и так далее. На самом деле, так не бывает. Любая система является живой. Любая система, если она живая, если это не релития, любая система является динамически развивающейся, и любая эзотерическая традиция напрямую связана с тем текущим состоянием ну, как бы духовной, социальной, культурной и так далее жизни, которая имеет место в данном собственном. Поэтому ответ на этот вопрос, конечно, различен. Но если попробовать систематизировать некоторый, что ли, так сказать, некоторый набор подобного рода ответов, то можно выделить, ну, что ли, некоторую классификацию. Ну, первым таким классификатором, можно сказать, первой рубрикой классификации будет следующий ответ. Что для эзотерико-социума? Для эзотерико-социума и гиполикун. Очень здравая точка зрения. Действительно. Если человек, как бы, практикует какие-то духовные практики и так далее, то где ему их практиковать? Никакие духовные практики не бывают в отрыве от всего остального человеческого сообщества. Духовность человека проверяется не наедине с собой, а в окружении других людей. И в этом смысле способность к правильному взаимодействию с другими людьми к правильному по-разному ценностному сердцу позволяет поверить степень своей разности, духовности и так далее. Такую практику использовали, например, судьи, которые заставляли и прогоняли ученика через разные профессии. То есть, да, ну, может быть, вы читали этот знаменитый книг учителя Реджиева, может быть, просто сталкивались с кем-то. Вот, допустим, такая практика. Человек приходит в некую суфийскую общину, ему говорят, ты знаешь, не займешь, что ли ты, например, чеканкой пока? Теперь идем суфизмом заниматься. Почему чеканкой? Человек импульсилен. Он думает все это делать быстро. А чеканка предполагает очень неспешное постукивание по фольке, если вы ударили хотя бы один раз слишком сильно, думая, что от этого произойдет что-то слишком быстро. вы испортили заготовку. Нарабатывается качество. После этого человек вам говорят, а не займешься ли ты, например, такой вот хорошим ремеслом, как ремесло нищего, в котором кричит людям и не местные. Там что-то другое кричит. Почему? Потому что этот человек преисполнен гордрине, чувство собственной важности и смотрит на людей свысока. Пусть посмотрит на них с ним. Работа тоже хорошая. И так далее. Существуют некоторые традиции, которые, ну что ли, не рассматривают социум в качестве полигона, а рассматривают его скорее в качестве, ну что ли, ну некое воспитание, которое должен пройти человек. То есть, например, ну тот же Гюрджиев в поздние годы своей жизни, он просто, как вы помните, не брал людей, которые социально не реализовались в ученики. То есть он сказал так, если люди уже прошли социум, да, возможен какой-то их духовный прорыв в дальнейшем. Они достаточно сильны. Если человек имеет кучу социальных проблем и так далее, ну может быть, пусть он вначале их решит, может быть, его душа как бы еще не готова к дальнейшему развитию. Существуют и другие ответы на этот вопрос в разных традициях. Но в любом случае, если проанализировать именно современную изотернику, практически очень мало остались традиций, которые пытаются игнорировать социум, как некоторые явления. По сути говоря, наверное, наиболее, ну что ли, гармоничным фоном взаимоотношений является отношение к социуму именно как некая среде обитания, в которой как один из социальных институтов существует эзотерика, которая вписана в социальную среду как социальный институт и опираясь на который, каждый конкретный человек тоже ищет некоторую свою нишу в социуме, опираясь на свои новые духовные знания. Ну, по сути говоря, я так понимаю, что это конференция и есть некая попытка таким вот образом вписать наши практики и психологически, и эзотерически в структуру социальной жизни. Ну, в сущность его, что я хотел сказать. А где деньги? Что? Где деньги? Кто? Деньги. Я не понял все ваши вопросы. Деньги. Вопрос на мастерской интервентации. Я хочу ответить. Вопросы есть? Да, в течение 15 минут предельная поверхность. сказать только об одном направлении, только очаровательстве, об гадо-самерородинском направлении. При этом вы успели изменить такие важные направления как Махаяна, Севчен, Важаяна, Дзен. То, что на самом деле является на протяжении этой идеи соответствующей депутатом, именно депутатом, и депутатом, и депутатом. То, что погадать здесь, как депутатом, и депутатом, и депутатом, Безусловно. Можно сказать, что об унице я вообще не высвечивал, я просто упомянул Будду как одного из первых людей, которые разделили социальное и духовное. Если, кстати, вас интересуют более глубоко те направления, которые вы перечислили, то целые главы посвящены моей книге. А сейчас, если считать, что я высветил тхераваду, то я ее тоже не высветил. Так сказать, нужно честно признаваться развивающаяся система, будь она эзотерическая или нет, превращается в религию. У вас звучало ли это? Развивающаяся система не признает, не превращается в религию. Религия это, наоборот, деградация эзотерической системы. То есть, что такое, по сути говоря, религия? Религия, ну или как бы, чем отличается шамана-священника? Вот по этому поводу, ну я как бы даже ссылаюсь не совсем на свою точку зрения, а на свою точку зрения Вебера, который, хотя и был социологом, но на мой взгляд, он очень тонко подметил многие эзотерические аспекты. Дело в том, что, если шаман проклинал человека, то тут умерло. Если священник проклинает человека, вот, например, Филарета нашего анафемства, русская православная церковь, а он и жужжится. Это прекрасно живет. Возникает вопрос, вот это, как бы, явление уменьшения внутренней силы ритуала, ну реальной силы в материальном мире, это и есть ну некое внешнее проявление превращения эзотерической системы в религию. Что касается более глубокого анализа этого, то вот тот же Вебер подмерил, что в любой религиозной системе должно существовать минимум два типа лидеров. Первый тип он назвал шаманы, ну условно, конечно, не делая их буквы, а второй священник. Шаманы это харизматические лидеры, или выражаясь нашим эзотерическим языком носители духовного потока. Этим духовным потоком они зажигают других людей, этим духовным потоком они генерируют веру в своих последователей, этим духовным потоком они реформируют учения. Ну, можно сказать, что любой святой, любой религии это шаманы. Но, ни одна религия никогда не канонизирует людей при жизни. Почему? Да потому, что кто его шаману, у которого измененное состояние сознания в голове, знает, что он завтра скажет. Вот, копир. Все его уважали-уважали, а он сел и начал несуществующие суры Корана на ступенях мечети читать. Ну, ему голову отрубили, а потом канонизировали. Ну, чтобы уж все нормально было. Так вот, для того, чтобы могла существовать религиозная система, неопрятим кто? Свящей. Опять же, не в смысле человека в реакции, а в смысле некоего человека, который в состоянии рудинизировать эти все духовные состояния, систематизировать их, так сказать, создать канон, в том числе письменный и так далее. Вот на начальном адапе существования любой системы в ней преобладают шаманы. И, собственно говоря, эзотерическая система, это система, в которой в основном шаманы, но которые смогли сами выполнить по отношению к сиберой священникам. Они оккультурили свой опыт измененных в состоянии сознания и сделали его воспроизводником. Но не всем так ведет. Иногда что-ли внутреннее оккультуривание исчезает возникают люди, которые осуществляют внешнее оккультуривание. Со временем количество шаманов все уменьшается, а количество священников растет. Такая тенденция, она имеет определенное название в науке, называется рутинизация. Так вот, по сути говоря, любая религия это продукт рутинизации эзотерической системы. Шаманов становится все меньше, духовного потока становится все меньше. Как бы вот это измененных состояния, которые генерируются соответствующей системой становится все меньше. Зато становится больше ритуалов, которые неизвестно дают какой-то результат или нет. Становится все больше письменных канонов, отчетов и так далее, и так далее. Такое происходит во всех религиях. То есть не нужно думать, что только в христианстве мы любим письменные каноны и так далее. Если взять хиравады, которые уже цитировали, например, в Лаосской хираваде есть такая практика подсчета заслугу. И чек считать. В принципе, да, правильная идея, карма, позитивная, негативная. Но они считают заслугу. Например, вот я такую табличку видел. Потать путнику, допустим, горячий чай, допустим, когда он попросил о помощи. Один балл. Если это всего-навсего стакан холодной воды, то пол балла. Если ты там как бы обозвал соседа козлом, там, минус 0,25 балла и так далее. Смешно, да? Вот если бы Будда такое увидел, да? То, ну, наверное, он бы переживал. Тем более сам Будда, ведь когда-то сказал, ну, ее учение посуществует 500 лет. Обратите внимание, что первый собор Хияна и Махаяна, два собора, прошло ровно через 500 лет после дня Тебута. Он был прав. Ну, я, собственно, сущность ответил. Я сказал. Спасибо.